Глава эстонского правительства Глава эстонского правительства Недавно ввели новые системы, в которых те семьи, где дети больше всего нуждаются в помощи от государства, те семьи больше средств получают. Так что это неправильно, что 10 лет все эти детские пособия были на одном уровне. Другой острой новостью сегодняшнего дня стала публикация в одной из эстонских газет внутренней переписки прокуроров, в которой те возмущаются спущенными из Министерства юстиции разнарядками, касающимися сокращения числа взятых под стражу подозреваемых. Прокуроры считают, что такие требования неправомочны и мешают им работать. Министр юстиции со своей стороны отметил, что необходимость пересмотра практики временного лишения свободы в нашей стране исходила из требований Европейского суда по правам человека. А тот постановил, что если заключенному в следственном изоляторе отводится площадь менее трех квадратных метров, то это нарушение его базовых прав. В переполненной же Таллинской тюрьме еще весной было не более двух с половиной метров на человека. Пришлось срочно принимать меры. Мы можем или взять его под электронную охрану, или сказать, что он не может уйти из дома. Значит, разных возможностей очень много. И сперва, конечно, мы говорили с прокуратурой о том, какие здесь возможности изменить эту практику, что очень много мы задерживаем людей. Хотя глава правительства сегодня порадовался за парламент и за идущую в нем острую дискуссию относительно бюджета, сказав, что вопреки распространенному мнению Риги Когу вовсе не резиновая печать решений Кабинета министров, очевидно, что это далеко не так. Распределение средств государства идет все же строго по установленному правящей коалиции плану. Все попытки оппозиции защитить интересы своих избирателей, вписав в бюджет альтернативные позиции, блокируются. Правые партии, похоже, отчаянно пользуются почти последней возможностью сохранить нынешнюю систему налогообложения, отвергая реформы, предлагаемые оппозицией, для обеспечения требуемого повышения тех же детских пособий и других социальных расходов. Ведь большой вероятностью после выборов 2015 года правительство, наконец, поменяется. И одним из первых решений может стать как раз принятие ступенчатого подоходного налога, что позволит сменить приоритеты бюджета на более социально ориентированные.